Господи Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 9 января, вторник, и Церковь предлагает к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения Соборное послание апостола Иакова, 3 глава, 1-10 стихов. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем у дела в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они и как несильны ветрами носятся, небольшим рулем направляются. Куда хочет кормчий, так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь так много вещества зажигает. И язык — огонь. Прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены, ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Так, дорогие братья и сестры, мы приступаем сегодня с вами к чтению соборного послания апостола Иакова. Вернее, мы продолжаем его чтение, потому что несколько дней назад мы уже начали читать это послание. В первом стихе апостол обращается. Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. В ветхозаветном учении и ветхозаветном менталитете и менталитете людей около времен Иисуса Христа было представление и было очень почтительное уважение к учителям. Но Иисус Христос в Евангелии от Матфея, в главе 5 стихе 19 говорит так. «И так, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Христос говорит о очень важном аспекте учения. Он говорит о большой ответственности учителей, указуя на то, что именно учитель влияет на мировоззрение, на становление человеческого разума и человеческого мировоззрения. Дальше, в 23 главе этого же Евангелия от Матфея, мы читаем в 8 стихе. «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы братья». И здесь говорится о том, что именно Христос является источником всего знания для людей, для христиан прежде всего в общине, поэтому мы имеем не наставников неких, а братьев во Христе. Во втором стихе мы читаем. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать все тело». И эти слова звучат в контексте именно ветхозаветного учения о двуязычности и о том, что нужно сохранять и беречь свои уста. И это очень четко прослеживается в ветхозаветной литературе. Например, в книге «При мудрости Иисуса, сына Сирахова» мы читаем в главе 5 стихе 11. «Не веи при всяком ветре и не ходи всякую стезею, таков двоязычный грешник». И далее. «Будь тверд в твоем убеждении, и одно да будет твое слово. Будь скор к слушанию и обдуманно давай ответ. Если имеешь знания, то отвечай ближнему, а если нет, то рука твоя да будет на устах твоих. В речах слава и бесчестие, и язык человека бывает падением ему. Не прослови наушникам и не коварствуй языком твоим, ибо на воре стыд и на двоязычном злое поицание. Не будь неразумным ни в большом, ни в малом». И это учение ретранслирует апостол Иаков в свое послание, говоря о том, что человек, который может совершен, который следит за своим языком и может обуздать прежде всего свой язык, тот человек может обуздать и все тело. Почему? Следует логический вопрос. Делает такой вывод апостол Иаков. И далее в третьем стихе он приводит такой пример. «Вот мы влагаем у дела в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они и как несильны ветрами носятся, небольшим рулем управляются. «Куда хочет кормчить, так и язык, небольшой член, но много делает», говорит апостол Иаков в пятом стихе данного послания. И действительно, язык — это проявление, и слово — это проявление человеческого естества, проявление его мировоззрения, его отношения. И именно языком управляется наше поведение по отношению прежде всего к ближним своим. Поэтому далее апостол продолжает свою аргументацию, переведя тему на окружающий мир. «Посмотри небольшой огонь, как много вещества зажигает». И здесь он сравнивает с тем, что язык по своей сути очень небольшой относительно человеческого тела, но как много он значит, как много он значит для того, чтобы человек мог изъясниться, для того, чтобы человек мог поставить себя в общество и обозначить свою позицию относительно любых вещей. «Язык — огонь, прекраса неправда. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет свое тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда». И здесь апостол приводит сравнение языка с смертоносным ядом, который есть у змеи. В 9 стихе «Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть». И здесь уместно, конечно же, вспомнить Евангелие от Луки, 6 главу, 28 стих, где сказано «Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». А также уместно вспомнить первое послание апостола Петра, 3 главу, 9 стих, где сказано «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство». Напротив, «Благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Таким образом, состояние человека, когда он в одно время прославляет и славит Всевышнего Бога, Творца, и называет Его Отцом и молится к Нему, а в другом случае он проклинает людей и исполнен смертоносного яда, эта ситуация неестественная для христианина, и она противоречит сути христианской жизни. И апостол Иаков предупреждает о том, что так не должно быть в христианской жизни, и назидает христиан, чтобы они бегали от такого состояния человеческого естества. Не должно братья такому быть. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова